Добрый день, уважаемые коллеги! Мы уже говорим о преодолении порога возможностей, а я хочу перенестись на несколько десятилетий назад, когда только появилась антихер-2 терапия. Вообще мы живем в удивительное время, в историческое время, когда на наших глазах буквально происходит революция в лечении онкологических больных. Когда я пришла в онкоцентр, это было чуть больше 20 лет назад, больные ракомолочной железы делились на 2 группы – рецепторы положительные и рецепторы отрицательные. И ни о каком хер два еще никто не слышал. Но потом потихоньку, постепенно все стало усложняться, и пришло к тому сложному гетерогенному заболеванию, который мы имеем сейчас. Революция началась с открытия рецепторов эпидермального фактора роста, в том числе к хер два рецептору. И пришло понимание того, что гиперэкспрессия этого рецептора имеет прогностическое значение и может служить мишенью для таргетной терапии. И на самом деле время летит быстро, и уже эра хер два таргетной терапии насчитывает более 30 лет. Давайте посмотрим на первые 15 лет, что же происходило в это время. Как я уже сказала, был открыт рецептор хер два как маркер неблагоприятного прогноза. Стали проводиться исследования добавления тростозумаба к химиотерапии при метастатическом раке, которые показали высокую эффективность. Тростозумаб был утвержден для лечения метастатического рака молочной железы. И начались адювантные исследования. Действительно, если мы посмотрим на кривые выживаемости больных хер два позитивным раком, в которых насчитывается порядка 15-20% среди всех потипов рака молочной железы, вот красненькая кривая – это до антихер два таргетной терапии эра. И мы видим, что выживаемость этих больных, пожалуй, самая низкая среди всех потипов рака молочной железы, даже хуже тройного негативного рака. Вот таким образом, к сожалению, складывалась судьба этих больных до того момента, как в клиническую практику вошел тростозумаб. Я напомню вам первое исследование отца тростозумаба, как его называет Деннис Лэмман, было показано, что добавление тростозумаба к химиотерапии приводит к увеличению выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. И я вот хочу вас попросить запомнить цифру. 25 месяцев на тот момент составляло продолжительность жизни больных метастатическим хир-2-позитивным раком. Ну, дальше начались многочисленные адювантные исследования. И вот здесь приведен анализ результатов двух исследований объединенных. Уже десятилетние результаты известны. И посмотрите, как интересно. Если различия в четырехлетней общей выживаемости составили около 3%, то дальше выигрыш только нарастает. Хотя скептики, я помню прекрасно это время, когда скептики говорили о том, что это такой выигрыш, он очень быстро нивелируется, скорее всего. Но на самом деле все происходило совершенно обратно. Уже выигрыш десятилетней выживаемости общей составляет порядка 9%. Естественно, тростозумаб очень быстро вошел в стандарт адювантной терапии. Дальше начались неодевантные исследования, которые показали, что добавление тростозумаба к химиотерапии приводит к двукратному увеличению частоты полных патоморфозов, что выливается в увеличение выживаемости. Таким образом, сегодня мы можем абсолютно достоверно и убедительно говорить о том, что тростозумаб буквально изменил, кардинальным образом изменил негативный прогноз ХР2-позитивного рака молочной железы. И казалось бы, ну что еще, что лучше? У нас есть тростозумаб в метастатическом раке, мы используем его при раннем раке. Все хорошо, больные живут долго. Затем, как из рога изобилия, посыпались другие антиХР2-направленные агенты, причем с различным механизмом действия. Это как и новые антитела, такие как пертузумаб, антидемерзационный препарат, малые молекулы, лопотениб, неротениб, теперь уже тукотениб к ним присоединился. Ну и препараты принципиально нового механизма действия, именно конюгаты антитела и лекарственного вещества. Это как раз та группа препаратов, о которых мы сегодня говорим больше всего, а именно ТДМ-1. И началась вторая половина вот этой ХР2-направленной эры, в которой уже вот эти все новые препараты стали внедряться, как в лечении метастатического, так и раннего рака молочной железы. Ну посмотрите, да, вот результаты исследования Клеопатра, первая линия лечения, к тростозумабу и дотсетокселу добавлен пертузумаб. Медиана общей выживаемости увеличена более чем на год, на 15 месяцев, и она достигает 56 месяцев. Я вам специально показывала и просила запомнить, 25 месяцев – это медиана общей выживаемости в исследовании Денниса Слеммана. Больше чем в два раза она была увеличена при проведении вот такой комбинации дотсетокселу, тростозумаб, пертузумаб. Далее пертузумаб демонстрирует эффективность в неодевантных исследованиях. Посмотрите, если мы сравним с первым исследованием неодеванта НОА, частота PCR составила 38% при добавлении тростозумаба к химиотерапии в этом исследовании. Напомню, что в этом исследовании больные получали 11 циклов неодевантной терапии. И при проведении всего 6 циклов терапии с тростозумабом и пертузумабом в исследовании Трифена частота PCR составляет в два раза больше – 56-63%. Удивительные и очень впечатляющие результаты. Но опять нам этого мало, и происходит новый качественный скачок в лечении ХЕР-2 позитивного рака, а именно внедрение в практику препаратов принципиально нового механизма действия – это препараты коньюгат и антителохимиопрепараты антибадидрак и ньюгат, а именно препарат тростозумабом танзина. Что же это такое за класс препаратов? Как уже понятно из названия, он состоит из моноклонального антитела тростозумаба, в данном случае цитотоксического агента, ДМ1, производного метанзина, антимикротрубочкового агента. И антитела и цитостатик связаны между собой с таким связывающим агентом – линкером. То есть происходит то, что этот класс препаратов сочетает как антигенную специфичность, то есть действует только на клетки, несущие этот антиген, так и высокую цитотоксичность, потому что этот агент имеет очень высокую потенциальную цитотоксичность. Как же это действует? Давайте представим. Когда в кровь попадает этот препарат, тростозумаб, антитела, находится рецептор ХЕР-2 на клетках опухолевых и с ними связывается. Далее вот этот комплекс рецептора антиген интернизируется путем эндоцитоза внутри опухолевой клетки, в лизосомах расщепляется, и вот этот цитостатик высвобождается внутри опухолевой клетки в цитоплазму. То есть, собственно, то, о чем, наверное, всегда мечтали химиотерапевты, онкологи, чтобы таргетно адресный химиопрепарат доставлялся именно к опухолевой клетке. Далее, внутри цитоплазмы этот цитостатик связывается со своей внутриклеточной мишенью и вызывает гибель опухолевых клеток. Далее, при гибели опухолевых клеток цитостатик может высвобождаться из опухолевой клетки, но если он непроницаем для клеточных мембран, то, собственно говоря, дальше в другие клетки он не попадает. Я потом объясню, почему это важно. Ну и почему же были разработаны эти препараты? Почему мы говорим о них как о принципиально новом классе, в отличие от традиционной химиотерапии? Да потому что традиционная химиотерапия, как известно, обладает рядом недостатков, ограничений. К сожалению, недостаточная специфичность в отношении опухоли, воздействие на здоровые ткани, в связи с чем развивается доза, лимитирующая, к сожалению, токсичность. Ну, что обозначает узкий терапевтический индекс. А вот в связи с тем, что антибази драг и нюгадз доставляются селективно именно в опухолевые клетки, несущие антиген, экспрессирующие антиген, то мы можем доставить внутрь клетки гораздо более активный химиотерапевтический препарат, цитостатик, в связи с этим терапевтический индекс расширяется. Ну и совершенно логично, что первые уже клинические исследования с ТДМ-1 в клинической практике показали существенный выигрыш по сравнению со стандартной терапией, как у второй линии в исследовании МИЛИ по сравнению с капицитабином и лопатенибом была увеличена общая выживаемость на 4 месяца, так и в исследовании ТРЭЗа, где препараты применялись в третьей и более линии по сравнению с терапией по выбору врача, медиана общей выживаемости была увеличена на порядка 7 месяцев. То есть вот такие вот крайне убедительные результаты. Ну и совершенно логично, что дальше тростозумаб-танзин имплементирован был в ранний рак, а в частности в качестве постнеодевантной терапии у больных с резидальной опухоли после неодевантной терапии, смотрите, выигрыш в выживаемости безинвазивного рака составил более 11%, да, очень убедительные результаты. И сложился вот такой целостный круг, замкнулся, да, лечение раннего ХР2-позитивного рака, в неодеванте двойная антихР2-блокада, операция у больных с резидальной опухолью, постнеодевантная терапия ТДМ-1, да. При метастатическом раке больные без преувеличения живут долгие годы, в том числе больные с метастатическим поражением головного мозга, то, что было еще удивительно себе представить, там, 20 лет назад, и масса больных, у которых на первую же линию антихР2-таргетной терапии мы видим полный ответ, да, дальше они получают годами антихР2-направленную терапию, поддерживающую, там, 5-7 лет, и мы думаем, ну, что же делать, может, отменить эту терапию уже, сколько же можно больной с полным ответом. Но, опять же, все нам мало, да, мы стремимся дальше, и все-таки, несмотря на действительно выдающиеся успехи в лечении антихР2-позитивного рака, все-таки, конечно, есть куда стремиться, да, в частности, если мы посмотрим на количество пациентов, получающих первую и дальше линии терапии, да, ну, 80, порядка 80% доходит до второй линии терапии, и дальше третью, четвертую линию терапии получают порядка 40-60 больных, да. Что еще мы можем сказать? Ну, конечно, известный факт, что с увеличением линии терапии эффективность снижается, да. Если, как мы говорили, в первой линии эффективность доцитоксилтерстазумаба и пертазумаба в отношении медианной общей выживаемости составила 5 лет, то TDM1, эффективнейший препарат, во второй линии демонстрирует медиану общей выживаемости 30 месяцев, а в третьей линии уже 22 месяца, да. Конечно, нам хочется каким-то образом результаты лечения больных улучшать. Ну, и в связи с этим идет дальнейшее развитие и усовершенствование вот этих вот класса препаратов, антитела, цитостатик, да. И, ну, с течением времени была обнаружена такая ограниченность, скажем, да, свойство TDM1, к которым можно отнести. Ну, во-первых, к сожалению, у части больных либо имеется первичная резистентность к препарату, либо развивается вторичность. Ну, в целом, у всех больных, даже которые с эффектом получали этот препарат, потом развивается резистентность. Дело в том, что очень важны вот свойства каждого из компонентов этого комбинированного препарата, да, в частности, линкера. У TDM1 он нестабильный. Это приводит к тому, что часть препарата высвобождается в кровеносном русле, не дойдя до опухолевой клетки. В связи с тем, в связи с этим развивается, к сожалению, токсичность. Более того, я уже просила обратить на это внимание, что препарат, вот цитостатик этот, он непроницаем для клеточных мембран, да, в связи с этим не происходит воздействие на соседние опухолевые клетки. Ну, и есть такое понятие, драг-андибади-рейша, дар, соотношение лекарственного препарата и антитела, да, то есть сколько молекул цитостатика присоединено к антителу, да. Вот в TDM1 эта цифра составляет 3,5. Кроме того, существует такое понятие, как неоднородный дар, да, что может принести к ухудшению фармакокинетики и, ну, в итоге к снижению эффективности, да. Вот при всей своей привлекательности, прекрасном свойствам и прекрасной эффективности этого препарата все-таки имеется некоторая ограниченность, ну, и, естественно, требуются новые технологии, чтобы преодолеть вот эти ограничения. Какими же свойствами должен обладать идеальный, так скажем, препарат EDC, да? Ну, высокая селективность к антигену опухолевой клетки, высокоэффективный цитостатический препарат, позволяющий преодолеть резистентность опухоли с высокой активностью, с низким периодом полововведения, высокая однородная дара. И очень важный пункт, да, это высокая мембранная проницаемость. Я покажу потом на картинке, что это значит. Линкер, как мы уже говорили, должен быть стабилен и расщепляться селективно только в опухолевых клетках. Вот посмотрите, еще раз механизм действия EDC, да, вот на чем заканчивалось действие TDM1, да? Клетка опухолевая погибала, цитостатик выходил из опухолевой клетки, но в соседние клетки не проникал, потому что цитостатик непроницаемым был для опухолевой мембраны. Но идеальный препарат, да, как мы говорим, цитостатик, которого способен проникать через опухолевую мембрану, оказывает воздействие на соседние опухолевые клетки, да? Это очень важный фактор, который говорит о высокой потенциальной эффективности и вызывает гибель соседних опухолевых клеток. То есть вот такое расползание эффекта внутри опухоли. Ну и это последний мой слайд, да, такой идеальный препарат был разработан. Называется он Трустузумаб Друкстекан, и всеми вот этими свойствами идеального препарата он соответствует. Состоит он из гуманизированного антитела, идентичного Трустузумабу. Цитостатик в нем является ингибитором топоизомераза-1, чрезвычайно активным препаратом, и имеет он такой стабильный линкер, да, который обеспечивает стабильную связь с химиопрепаратом, обеспечивает расщепление препарата именно в опухолевой клетке, а не в кровеносном русле, в связи с чем обладает более низкой токсичностью. И, что самое важное, обладает вот этой мембранной проницаемостью, которая позволяет воздействовать на соседней опухолевой клетке. О том, насколько этот идеальный, с точки зрения биологии, препарат эффективен в клинической практике, расскажут следующие докладчики. Спасибо.